Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала! Сегодня хочу с вами поделиться одним очень вкусным рецептом приготовления домашнего хлеба. И я вам расскажу, как этот хлеб готовлю именно я. Для этого нам понадобится два вида пшеничной муки. Мука пшеничного высшего сорта, я использую 510 грамм. И 30 грамм использую цельнозерновой пшеничной муки. Получается у нас в сумме 540 грамм муки. Использую пол чайной ложки дрожжей, чайную ложку меда и дрожжи развожу с медом в 200 миллилитрах теплой воды. Вода до 38 градусов. Хлеб буду замешивать в печке и ферментировать на холоде. Тесто в холодильнике около 5-6 часов. Сейчас хорошенько растворяем дрожжи и мед в теплой воде. И убираем примерно на 30 минут для того, чтобы дрожжи, как говорится, заработали. Пока наши дрожжи подходят, просеял муку, добавляю чайную ложку соли в муку и подготовил еще 150 грамм воды для замеса. Всего нам нужно 350 миллилитров жидкости. Прошло полчаса, наши дрожжи начали уже работать. Что видно по пузырькам. Теперь заливаю в муку дрожжи. Доливаю недостающую жидкость. И ставлю замешиваться тесто в хлебопечку. Замешивать буду в хлебопечке. Выбираю программу свежее тесто. И примерно 20 минут будем вмесить наше тесто. Можно, конечно же, вымешивать и руками. Но когда есть хлебопечка, она сделает это намного лучше. Прошло 20 минут. Добавил немножко растительного масла в тесто. Примерно 2-3 столовых ложки. Чтобы наше тесто хорошо отделилось от емкости, в которой замешивалось. После того, как наше тесто хорошо замесилось, убираем его в какую-нибудь емкость. Я предварительно смазал растительным маслом. Вот посмотрите, какое тесто у нас получилось. Просто замечательное тесто. Теперь убираем это в теплое место. Часа на полтора-два. Предварительно хорошенько накрыв или пищевой пленкой, или крышкой. Прошло, друзья, 2 часа. Как видите, вот так вот поднимается наше тесто. Теперь берем и так вот его делаем. Вот такой шарик складываем в мешочек со всех сторон. Немножко защепливаем его. Наше тесто настолько мягкое, пышное. Приятно с ним работать. За счет растительного масла не прилипает к рукам. Поэтому руки не надо смачивать в холодной воде. Немножко помяли наше тесто. И теперь убираем часов на 5-6 в холодильник. Бывает, я делаю с вечера, убираю на всю ночь. И получается у нас в холодильнике холодная ферментация. За счет чего наши дрожжи, наша мука раскрывается. И получается такой очень-очень вкусный хлеб. Прошло 5 часов. И теперь посмотрите, как хорошо тесто поднялось в холодильнике. Сейчас проведем такие вот действия. Опять соберем наше тесто в мешочек. Нашу поверхность посыпем мукой не сильно. И наш хлебушек, заготовочку от хлебушек, выложим на поверхность. И теперь опять собираем тесто, как бы вот в такой мешочек. С тестом очень приятно работать. Такое податливое. Очень хорошо подошло. И теперь всю муку вот соберем нашим колобком. Перевернули на ту поверхность, которую мы собирали в мешочек. Теперь видно, как тесто пузырится. Формируем такую вот буханочку. Траванчик, как правильно сказать. Сейчас возьму деревянную доску. Постелим пергаментную бумагу. Чтобы удобно было положить в духовку. Вот так вот все сформировали. Теперь для красоты сделаем неглубокие надрезы. Тесто на глазах работает. И сейчас ставлю в разогретую духовку до 240 градусов наш хлеб. Устанавливаем в нашей духовке программу вверх-вниз. 240 градусов. 240 градусов держим 10 минут. После того, как наш хлеб будет печься 10 минут, мы их снизим температуру до 220-210 градусов. И будем выпекать еще 25 минут. И вот так, друзья, наш хлебушек выпекается. Прошло 35 минут. И вот такой вот хлебушек у нас получился. Правда, буханочка получилась такая неказистая, горячая. Здесь с одной стороны немножко лопнул. Пошел в сторону. Надо было сделать надрезик. Но ничего, в целом получилось. Очень хорошая буханочка. Хорошо подошел хлеб. И, надеюсь, будет очень вкусный. Сейчас подождем, пока остынет. Примерно полчасика. И разрежем, посмотрим наш хлебушек. Ну, друзья, наш хлебушек остыл. Сейчас отрежу и покажу, какая красота получилась. Смотрите. Упругий. Еще теплый внутри. Корочка хрустящая. Вот такой хлебушек. Несложный, быстрый рецепт очень вкусного медового хлеба. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким.